Аплодисменты для стендап-комика Вадима! А почему никто не говорит, что стало так много инфантильных 30-летних детей? Вот заметили, как они себе позволяют? Вот одеваются что-то по-молодежному, длинные волосы себе отрастили. Не знают, что в жизни делать, решили в стендап податься. По мне не видно, что я внутри ребёнок. А что, усатых детей не бывает? Ладно, да, многие неправда не верят, что я инфантильный. Да, ну меня не увидишь, конечно, катающимся в магазине по полу с воплями. Ну почему? Почему мои бритвенные станки не по акции? Ну у меня нет ипотеки на 30 лет. До сих пор не открою вклад пенсионный. И отвлекаюсь, когда вижу в небе вертолётик. Моя мама бы сказала, горе луковое. А я что? Я жду, когда за меня соберут весь пакет документов. Скажут, идти туда-то, туда-то. Сынок, ну я тебе всё приготовил. Вот, на бумажке всё написала, держи. Она тебе всё расскажет на кассе. Денежка у тебя вот здесь. Ты лишний раз её никому не показывай, а то вдруг отберут. Ну, вижу, как ты волнуешься. Я тебе в рюкзачок чекушечку положила. Ты, если что, буководчик, отойди, терябни там. Ладно, иди, иди. Как вообще сюда дошёл, непонятно. Да, дорогу забываю постоянно. Надо было у людей спрашивать. А я что-то у Алисы с навигатором. Трупный Яндекс. Да я могу что-то забыть, могу. Но это не моя вина. Я больше... Не моя это вина. Вот, пока готовился, я решил, что буду всё записывать. Ну, чтобы не забывать. Шутки, да даже незаконченные. Необычные наблюдения. Время прибытия инкассатора в банк. Потом пробовал записывать свои идеи все на диктофон. Но переслушивать так и не решился. Вот почему-то голос, не замечали, у всех на записи звучит как-то необычно. Необычно. Лучше скрежет трава, когда он в поворот вписывается, послушать. Может быть, действительно, с моим голосом что-то не так. Все почему-то в телефонном разговоре со мной трубки бросают. И я только успеваю сказать, здравствуйте, приглашаю вас на бесплатное протезирование зубов. Но на самом деле, знаете, что больше похоже на скрежет? Моё имя. Владим. Прекрасно понимаю тех людей, которые хотят назвать меня другим именем. Дима, Влад, Владимир. Не все, конечно, в школе изучали. Последовательность из пяти букв еще надо выучить. Но... Простите. Что-то я разумновался. Такой равнодушный стал, и уже я не поправляю никого. Но даже если прядка волос упадет мне на лицо, не буду ее убирать. Да, дождусь, когда они уже сами выпадут. Однажды в магазин прихожу, там продавец рядом со мной говорит, тебе что-нибудь подсказать? Владимир. Сразу видно, человечек интеллектом обделен. Но я решил ему подыграть. Говорю, все же лучше, чем быть сударем в теремке. Поэтому, Василий, ну как-нибудь без твоей помощи. Он поворачивается в мою сторону и говорит, Володя, я тебе перезвоню. Какой-то тюбик. Решил, что я с ним разговариваю. Тюбик. Да. А я не считаю это оскорблением. Как персонаж из Незнайки может быть оскорблением? Это же не пончик, который был скуфом еще до того, как это стало мейнстримом. Вообще, все это путаницы с именами из-за того, что я букву «Л» не выговариваю. Ну, «Л». Если захочу сказать, что это фантильный, все нормально. Потому что «Л» мягкая. Проблема начинается, когда я захочу объяснить, что Клава упыла на лодке. Тут вместо «Л» появляется буква «В». Класс. Нет, это я не напиток заказал. Это я порадовался, что вам такой визуальный юмор заходит. Клопайте, клопайте. А я вот шамеру в лаше никогда не пробовал. Питя беру. Только прошу шаурмейстера «Лука, Лука побольше!» Мужики, за 30 есть? Вы же поймете меня. «Лука, Лука поможет вашему свертку сохранить уклубость». Весовок раньше времени не вытечет. Свиалец. Ума не надо. Вот такие шутки, да. Только аналоги продаются. Да, я просто боюсь, что в какой-то момент во время выступления вы можете меня неправильно понять. Я вот захочу, например, рассказать, что «О, ловко жонглирует». А вы подумаете, «Ловко жонглирует». И все. Вот мне уже ловко заломали руки. Или, например, «Спасибо». Или, например, «Захочу показать вам парочку вайфхаков с ластиком». После этих слов на параде начался сущий кошмар. Общая темуки выбора. Спасибо рекомендательным системам. Лишний раз не приходится что-то решать. Так, что сегодня смотрим. Лобстер. Алита. Ла-ла-ленд. Да он издевается. Долганный кинопоиск. И как он понял, что я нет-нет, да и не прощ, чтобы меня назвали своим именем. Да. Сейчас уже таких фильмов не снимают. Не то, что в мое время. Как вообще киноиндустрия сейчас поживает? Вот. Что им приходится? Чтобы номинантом на «Оскар» стать, нужно, чтобы 50% людей, которые над ним работают, были из запрещенного в России сообщества. А вот спрашивают и прямую, и им запрещено. Как они вообще тогда понимают? Собрали они этот барьер или нет? Босс. Босс. С нашим новым фильмом. Траблы. Не можем название, во-первых, правильное подобрать. Горбатая тюна вроде. Девчонки из отдела кадров зашиваются. Пытались объяснить мне, что делать. Ну, я там половину слов не разобрал, какую-то квоту собрать надо. Я им могу, конечно, пару физиономий разнообразить. Но только дайте мне добро. Билли, ну опять ты со своими вот выкрутасами. Я еще на пиватус не сходил. Как вот проблемы с тобой решать? Все приходится делать своими руками. Билли, раздай-ка им анкеты с такими вопросами. Катаются ли они на электросамокатах? Водят ли они свой автомобиль по обочинам, даже если пробок нет? Убирают ли они за своими собачками в парке? Нет, этот вопрос вы черт не били. А то на нас еще экологи обидятся. А у меня там подвяз нет. Лучше выбирают ли они выпечку в супермаркете голыми руками? Или смывают за собой в общественных уборных? Да, я сегодня и правда хорош. Все, Билли, иди. Спасибо, босс. Вы настоящий гений. Ваши папы могут вами гордиться. Да. Действительно, я, наверное, сегодня не так хорош. Но можно попробовать вот такую последнюю шутку. Если бы Шарлок Холмс был слоном, он бы говорил, это элефентарно. Я хотел, наверное, этой шуткой громко хлопнуть дверью в конце. Но хоть раз надо за выступление сказать и назвать вещи своими именами. Получилось только робко... Уаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok